Здравствуйте, дорогие друзья! Представлюсь Карелин Дмитрий Владимирович, заместитель генерального конструктора ПАНИР, корпорации АОО ДК. К вашему вниманию сегодня представлю небольшой спич, в результате которого постараемся совместно с вами ответить на вопрос, почему же авиационный двигатель является одним из самых высокотехнологичных продуктов в мире. Я постараюсь в доступной форме рассказать о цикле создания авиационного двигателя, его применении и, соответственно, те сложности, которые мы сталкиваемся при его разработке. Когда вы вдруг решили отправиться отдохнуть, либо деловые поездки, которые вам необходимы, совершить какие-то другие регионы, вы без промедления не задумываетесь, идете покупать билет в самолет, садитесь и в комфортной обстановке через несколько часов оказываетесь в другом уголке планеты, куда вы стремились. Каждый день сегодня садится порядка 25 тысяч самолетов. Были случаи зафиксированы, когда количество самолетов превышало 40 тысяч в день. Это, соответственно, каждые 2 секунды где-то приземляется самолет. Пассажиропоток достиг 4 миллиардов человек в год. Пламенным сердцем в прямом и переносном смысле авиационного автобуса является, конечно, это реактивный двигатель. Он создает тягу, которая позволяет преодолеть самолету сопротивление воздуха, разогнать его до скорости, на которой создается подъемная сила, при которой самолет способен отрываться от земли, и дальше разогнать его до скоростей около 800 км в час. Почему же газотурбинный двигатель нашел такое широкое применение в авиации? Потому что он самый мощный. Газотурбинный двигатель может создавать тягу, превышающую тягу автомобиля, на которой мы ездим по городу в 20 тысяч раз. И в 7 раз больше по сравнению с высокоскоростным поездом Сапсан. Только газотурбинный двигатель может поднять в воздух самолет массой больше 150 тонн. Почему еще? Потому что он самый легкий. Газотурбин имеет минимальную массу, отнесенную к 100 лошадиным силам. Данная относительная величина показывает, сколько масса двигателя можно выдавить тягу. Этот пример, наверное, самый важный для авиации, где лишний вес тянет летающий аппарат к земле. Наилучшим примером обладают двигатели для военной авиации, но даже двигатели, которые применяются в гражданской авиации, по тягу вооруженности превышают в 20 раз двигатели для скоростных поездов и автомобилей. Самые напряженные. Лопатки ротора трубины испытывают большие нагрузки от 10 центробежных сил, которые могут достигать 38 тонн на одну лопатку, что сопоставимо с массой грузовой автомобиля. При этом температуры газа достигают более 500 градусов Цельсия. И при таких нагрузках турбина работает на всем времени полета и во время всей эксплуатации. Потому что самый надежный авиационный двигатель имеет межсервисный ресурс, позволяющий облететь вокруг Земли более тысячи раз. Можно сказать, что самолет летает быстрее, поэтому такое сравнение является некорректным. Но если сравнить по времени межсервисного интервала, то авиационный двигатель в 40 раз меньше посещает ремонтные цеха по сравнению с городским автомобилем. Что за это чудо двигателей? Спросите вы, что за перпетамобили? Давайте рассмотрим принцип работы этого газотурбинного двигателя. За это сложной, на первый взгляд, картиной скрывается двигатель, работу которого можно описать, на мой взгляд, тремя базовыми принципами. Первое. Это в расширяющихся каналах, так называемых диффузорных, воздух тормозится и сжимается, повышает давление. В сужащихся каналах, которые называются конфузорные, поток ускоряется. Соответственно, давление падает. И хорошо известна теорема Жуковского, сформулированная в 1904 году, где подъемная сила является произведением плотности, скорости газа и циркуляция скорости, действующей на единицу поверхности крыла, описывает, в принципе, всю работу газотурбинного двигателя. Передняя часть двигателя называется воздухозаборником. Воздух, попадая в него за счет скоростного потока, начинает тормозиться и сжиматься. Далее воздух попадает в компрессор, состоящий из профилированных лопат, которые организуют диффузорные межлопаточные геометрические каналы. Компрессор состоит из ступеней пароподвижных и неподвижных лопаток, где в подвижных лопатках ротора подводится работа к воздуху, разгоняя его в дальнейшем до больших скоростей и торможением и сжатием в диффузорных каналах статорных лопатках. При этом воздух, проходя от ступени к ступени, продолжает сжиматься, повышая давление и температуру. Подогретый и сжатый воздух попадает в камеру сгорания, где он смешивается с топливом и поджигается. И с этим резко возрастает температура газа. Газ – это продукты сгорания воздуха и топлива. Дальше, разогретый до огромных температур, газ попадает на ступени турбины, где, проходя конфузорные каналы статорных лопаток, ускоряется и с бешеной скоростью попадает на подвижные роторные профиля турбины. И за счет разницы давления между вогнутой и выпуклой стороной профиля роторных лопаток, по теории Мужуковска сообразуются подъемные силы, тем самым создавая крутящий момент на вал турбины. На другом конце которого находится компрессор, вот от чего компрессор начинает вращаться и засасывать воздух. Получается зампутая цепь. Дальше выходящие газы попадают в сопло, представляющие собой конфузорный канал, ускоряются и создают реактивную струю, которая толкает двигатель и, соответственно, самолет, подобно тому, как надутый шарик воздушный, если его надуть и не завязать, отпустить, начинает свой полет. Все гениальное просто. Газотурбинные двигатели прочно обосновали авиацию, растолкав заслуженным авторитетом другие двигатели внутреннего сгорания. И в ближайшие 50 лет будут продолжать поднимать летательные аппараты в воздух. Авиационные ГТД в основном можно разделить на три больших типа. Первый – это турбореактивные двигатели или двигатели малой двухконтурности, применяемые зачастую для военных самолетов. Такой тип двигателей был родоначальником реактивной авиации. Тяга двигателей создается высокоскоростной струей, исходящей из сопла, поэтому такие двигатели могут развивать очень большие скорости, а также имеют самые высокие относительные характеристики. Однако имеют достаточно большой расход топлива по сравнению с другими типами. Второй тип – это двухконтурный турбореактивный двигатель. Прежде всего, отличается тем, что имеют два контура потока воздуха. Разделение воздуха по контурам происходит после ступени компрессора, большого диаметра, называемого вентилятором. Во втором контуре нет ни камеры сгорания, ни турбины, а заканчивается соплом. Тяга осуществляется так же, как и в первом типе – это реактивное устройство только из двух контуров. Причем тяга второго контура может достигать 80% от общей тяги. Важнейшим параметром является степень двухконтурности – это отношение расхода воздуха, идущего через второй контур, к первому контуру. На современных двигателях такой параметр может достигать 11. Данный тип двигателя обладает возможностью создания большой тяги и хорошей топливной экономичности по сравнению с турбореактивными. Третий тип двигателей – это турбовинтовые или турбовальные, где энергия выходящего потока горячих газов срабатывается не на сопле, образуя реактивную тягу, а на дополнительной устройстве, например, как силовая турбина, в которой приводится вращение винт самолета или вертолета. Такой тип двигателя обеспечивает наиболее низкий расход топлива на самолетах с малыми скоростями полета. Обычно такие самолеты летают до скорости 500 км в час. Комбинация данных типов двигателя нашла достаточно высокое применение и в наземной технике, в электростанциях и в других видах наземного применения. Вернемся немножко. Все гениальное просто было. Не все гениальным простым, то есть попытки создания механизмов, похожие на газовые турбины, были достаточно давно, еще древние греки пытались применить кинетическую энергию воздуха и воды в своих механических устройствах, но отсчет по времени, когда была создана первая газовая турбина, начиная с патента Джона Бардера. Полученное в 18 веке устройство похоже на современную турбину. Первую турбину построил Павел Дмитриевич Кузьминский в 1887 году. Ряд инженеров и ученых разных стран еще до Великой Отечественной войны предпринимали попытки побороть предвидимый кризис прошневых двигателей для авиации, искали выхода пути. Из него Фрэнк Уитл запонтеновал Первый мир в ВРД в 1930 году. Но бурное развитие ВРД спровоцировал Третий рейх, который пытался за счет технологических превосходств победить в войне. Поэтому очень много было проведено инвестиций в ученых-инженеров. Появились первые и самолеты, и двигатели с реактивной тягой. Наверное, первым нужно отметить, это в 1937 году самолет Хенкель Хе-178 с реактивным двигателем Хе-С-3. В 1939 появился первый серийный двигатель ЮМО-04, который стал первой серийной для реактивного истребителя Мессершмитта Мет-262. Особо необходимо отметить патент, который был патент 1941 года, советского ученого, инженера, конструктора, академика Архипа Михайловича Люлька, который запонтеновал первый двуконтурный двигатель. Двуконтурный двигатель стал прародителем всей современной авиации. Следующий эпизод истории с 1950-го по 1970-е годы – это становление авиации, когда из военной авиации она переходит в гражданскую авиацию. Появились первые компании во всем мире, которые начали заниматься разработкой и производством этих двигателей. Следует отметить, что в 1966 и 1969 году серийно был изготовлен двигатель для сверхзвуковой авиации. До сих пор это двигатели «Олимпус» английский и НК-144 Советского Союза. Соответственно, ставился на самолет «Конкорд» и «Ту-44». С конца 1990-х годов, можно сказать, что двигатель находится в постоянном совершенствовании. Характеристики его значительно улучшились по сравнению с теми временами, когда было его становление. Сформированы на текущий момент практически производственные альянсы по всему миру по производству авиационных двигателей. Только сегодня четыре страны обладают полностью замкнутым производством авиационных двигателей. Это, конечно, США, Англия, Франция. Ну и стою и перед вами, это, конечно, Россия. В каждой из этих стран есть практически национальные компании, которые занимаются разработкой авиационных двигателей. В эту четверку рвутся и другие страны с потехнологичными и амбициозными компаниями. Ну и тут можно перечислить три страны. Это Германия с компанией МТУ, Япония с компанией Айшиаль и КНР с компанией АВИК. В России консолидируют научно-конструкторский и производственный потенциал. Это объединенная генетизированная корпорация, в которую входят 7 конструкторских бюро, 15 производственных предприятий и авиационных заводов. Но самое главное ценное в нашей корпорации – это 90 тысяч высококвалифицированных специалистов, обладающих опытом предыдущего поколения и новыми знаниями, которые позволяют создать современные конкурентоспособные двигатели. Давайте вместе с вами рассмотрим процесс создания авиационного двигателя. Итак, жизненный цикл авиационного двигателя. Группа можно представить из трех основных блоков. Это научно-конструкторские работы, опытные конструкции работы и эксплуатации. Данные процессы имеют определенные вехи, которые задокументированы в нормативной документации, такие как государственные стандарты. В научно-конструкторские работы направлены на проведение теоретических или экспериментальных исследований в обеспечении перспективных требований, предъявляемых к новым двигателям. Проводятся работы по изучению новых материалов, технологий, конструкций, которые в рамках того же НИР проверяются экспериментальным способом. Опытно-конструкторские работы направлены на разработку и сертификацию двигателя с элементами, отработанными на этапе научно-исследовательских работ. Проверяются в процессе опытных сурдских работ технические решения в обеспечении заданных технических требований и характеристик двигателя. Проектирование конструкторами осуществляется в цифровой среде, в гигиогенетических моделях выполняется документация, которая в дальнейшем управляется на производство, делаются опытные изделия, происходит сборка и дальнейшие испытания. Эксплуатация – это тоже этап жизненного цикла, на котором реализуется, поддерживается и восстанавливается функциональность всего двигателя в процессе всего жизненного цикла. И здесь цифровая модель также позволяет нам определить, когда физическое отклонение получаемых с двигателя является критическим и недопустимым для дальнейшей эксплуатации и требует необходимости ремонта. Хотел бы отметить еще одну методику, оценку уровня технологической готовности. Это было разработано в 1974 году НАСА, она так и называется «Уровень технической готовности» и в первую очередь была создана для того, чтобы контролировать ход выполнения опыта космических работ. Почему это возникло? Возникло в том, что когда НАСА начала строить новые ракеты, новые космические корабли, когда спрашивали о том, насколько же у вас готовность ваших решений, всегда говорили 95%, но все остальное время, которое от 95% увеличилось-увеличивалось и доходило больше времени, чем тратилось до получения 95%. Поэтому была введена шкала, по которой идет классификация и валидация данных, полученные в процессе разработки. Мы видим на картине о том, что наибольшее количество уровней прохождения, уровня Торел связано с уровнем проверки на испытания и валидации полученных данных с данными, которые мы получаем при расчетах и в проектировании. Итак, пройдем с вами по этим двум, по этим трем большим блокам. Ну, числительские работы. Что же такое себе представляет? Ну, числительские работы – это требования, которые мы формируем перспективным летательным аппаратом, складываются, соответственно, в требовании авиационного двигателя. И даже в некоторых случаях мы заходим в область футурологии и смотрим те возможные решения, которые могут потребоваться в случае того или иного развития науки. Соответственно, мы можем приходить и в область космических кораблей, которые будут бороздить в дальнейшем космос. Ну, могу сказать такую ситуацию, что футурологи тоже влияют очень сильно на развитие общей науки. Я могу вам сказать, что в конце XVIII века очень была массовая футуристами сделаны рисунки, картины, было написано достаточно много статей о том, что дальнейшее развитие человечества будет связано с аэромобильностью, о том, что каждый человек может будет сесть в свою летающую дирижанс и, соответственно, перемещаться по городу, по миру на своем личном транспорте. Сегодня, как раз последние пять лет, это направление начинает подниматься вновь. Многие большие корпорации типа General Electric и других компаний Airbus вкладывают большие деньги в развитие этого направления. Ну, исходя из того, что мы понимаем, какие требования необходимо иметь к самолету, к летательному аппарату, соответственно, к двигателю, есть еще и два больших ограничения, которые мы всегда с вами закладываем в новые проекты, соответственно, все научно-слейские работы выполняются в обеспечении превышения барьеров, которые были поставлены, это экологические ограничения и конкурентные ограничения. Они у нас сами вызваны нашими компаниями, конкурентами на рынке, а экологические ограничения сегодня декларируются и прогнозируются до 50-го года международной организации и КАО. Соответственно, для выполнения этих требований с этими ограничениями формируется облик будущего перспективного двигателя, где выбираются критические технологии, которые будут влиять на достижение параметров, которые мы для себя задекларировали, которые нам необходимо обеспечить. Соответственно, технологии формируются в виде технических заданий, технических требований и, соответственно, выполняется по ним работа. Если работу мы не можем выполнить самостоятельно внутри корпорации, мы выходим на внешние инновации. Здесь я могу сказать о том, что мы плотно очень работаем с Академией наук российской, с вузами, с молодыми компаниями, с инновационными компаниями, с стартапами. Ну и, конечно, где мы еще можем получить достаточно большой опыт с точки зрения новых введений, которые попали в эксплуатацию, опыт – это работа с корпорациями. Критические технологии, которые мы определили в рамках анализа рынка требований, формируем и начинаем раскладывать с точки зрения влияния их на сам авиационный двигатель. То есть это на топливную эффективность, это на ремонтопригодность, это на себестоимость, это на экологические характеристики. Все эти технологии выполняются и доводятся до уровня технологической готовности, как я уже говорил по шкале NASA TRL-5-6, то есть мы проводим их на модельных либо натурных испытаниях. После того, как критические технологии были отработаны, мы можем их внедрять в опытную конструкторскую разработку, в двигатель, который мы разрабатываем уже под конкретно летательный аппарат. Итак, вообще существует, наверное, только две стратегии. Это создание современных двигателей, это модернизация существующих конструкций, где как раз мы с вами отрабатываем критические технологии, либо технологии, которые заимствованы из других наших изделий, мы внедряем в существующие конструкции и получаем двигатели другого качества. Ну и создание абсолютно новой конструкции, которая ориентирована на переход в новый сегмент рынка с кардинальными другими характеристиками изделия и требует проведения полного цикла исследований узлов. Создание сложной технической системы требует понимания сложностей, связанных с его разработкой. ВИ-модель упрощает представление опытного процесса, сложного процесса, опытной конструкции разработки. Концепция ВИ-модели была разработана в конце 80-х годов, прошлого века и нашла применение сегодня в аэрокосмической, автомобильной и других отраслях промышленности. Основной принцип ВИ-модель заключается в том, что детализация проекта возрастает на левой кривой и свет в процессу проектирования изделия. Правая ветка показывает обратный процесс, это интеграция системы. Левые и правые ветки связаны горизонтальными линиями, показывающие проверку полученных данных при проекте и результатами испытаний, которые мы получаем как раз на правой ветке. Такой вид представления сложного процесса создания делает достаточно прозрачный процесс проектирования двигателя и повышает качество контроля путем проверки промежуточных целей, что обеспечивает нам выполнение достаточно хорошего качества проекта и вывести те отклонения, которые на ранней стадии могут повлиять в дальнейшем на конечный продукт. В определенных на ранних стадиях требованиях к двигателю, которые мы получили в рамках НИР и анализа рынка, мы должны сделать двигатель более легкий, дешевый. Имея отработанные технологические решения, мы трансформируем требования на узлы, подсистемы и в дальнейшем на детали. Выпускается надкосудская документация на эти детали, изготавливается и начинается процесс сборки узла, изделия в целом с проводимыми необходимыми испытаниями, в том числе сертификационными. При этом результаты постоянно сравниваются с результатами расчета, тем самым требования заложенные в проекте подтверждаются, либо проект трансформируется и запускается часть перепроектирования. Сколько же у нас систем и узлов в двигателе? Кратко, если сказать, двигатель представляет из себя 9 основных узлов. Это мотогондола с воздухозаборником, вентилятор и компрессор низкого давления, компрессор высокого давления, камера сгорания, турбина высокого давления, турбина низкого давления, выходное устройство сопло, коробка с центральным приводом, система автоматического управления с диагностикой и три основных системы. Это топливная, панематическая и масляная система, система суфлирования. Двигатель интегрирует в себя более 12 систем. Для каждого типа двигателя мы сейчас рассмотрели с вами для гражданского состава изделия. Для военного либо вертолетного двигателя этот состав может быть изменен. Цифровое проектирование. Все узлы, детали и подсистемы рассчитываются. Если до этого раньше использовали логарифмические линейки для решения эмпирических простых уравнений, для моделирования поведения системы, оккульманы использовали для выпуска чертежей, то сегодня полностью заменилось цифровой средой. Численное моделирование в специальных программных обеспечениях практически полностью позволяет нам смоделировать работу двигателя, узлов и их деталей. Трехмерные геометрические модели, которые удовлетворяют предъявленным требованиям, являются основой для выпуска необходимой документации в производство. Зачастую требования, предъявляемые к детали, имеют противоречивый характер, поэтому задача инженера найти компромиссный вариант, удовлетворяющий всем требованиям, которые предъявляются к детали. Но если мы рассмотрим набор деталей, как подсистему и более сложную систему, то найти компромиссный вариант становится еще более сложным. На помощь приходят как раз методы многокритериальной оптимизации и инструменты искусственного интеллекта, благодаря чему перебирают множество вариантов до десятки тысяч конструкций и для анализа предъявляются только более оптимальные варианты. Конечно, такие сложные расчетные системы требуют собой больших мощительных мощностей, инфраструктуры и, соответственно, главное, наверное, это адекватных математических моделей, которые могут застать точностью описать физический процесс. Все расчетные комплексы проходят верификацию по результатам ранее выполненных экспериментов. И чем эта экспериментальная база больше, тем мы можем сказать, что этот расчетный код может обеспечить более точные результаты. И в дальнейшем, как мы уже рассмотрели неоднократно, что по шкале ТРЛ, что по веобразной диаграмме мы это все валидируем с результатами испытаний. Для адекватного моделирования необходимы свойства материалов, которые являются, наверное, основой для достоверного моделирования. Где же эти базы данных, которые мы берем для получения наших математических моделей? Свойства материалов это основа проектирования и достоверности получаемых результатов. База данных материалов содержит в себе данные, полученные с испытания стандартных цилиндрических плоских образцов материалов, а также на образцах, полученных после разрезки той или иной деталь. В базу данных попадают механические, химические, физические свойства материалов. Это нам позволяет проводить моделирование поведения деталей при различных видах нагрузок. Это разработка технологических процессов для изготовления деталей. Это осуществлять контроль качества материалов на разных стадиях жизненного цикла. Только одной марке материалов необходимо изготовить и испытать около 5000 образцов. Материал должен, что занимает приблизительно около двух лет. Поэтому внедрение новых материалов должно быть технически и экономически обоснованно. Материал должен иметь кардинальные лучшие свойства по сравнению с применяемым и исследованным. Разработка новых материалов занимается в России отраслевой институт авиационных материалов ВИАМ. Какие требования предъявляют конструктора к новым материалам, которые в будущем будут формировать облик изотурбинного двигателя? Конечно, хочется сказать, что это будет высокопрочный материал под названием невесомий. Но давайте рассмотрим более реальную картину, что же влияет на легкую конструкцию. Свойства материалов обычно представляют в относительных характеристиках прочности в зависимости от температуры и эксплуатации данного материала. Широко применяем металлические сплавы в авиации. Это алюминиевые, работающие до 250 градусов Цельсия, титановые до 550 градусов, жаропрочные сплавы до 800 градусов и никель-монокраслические, обеспечивающие способность деталей до 1100 градусов без охлаждения. На графике видно, что при повышении температуры все сложнее обеспечить относительные механические характеристики. Что это такое? Это прощесть растяжения, отнесенное к массе материала. Поэтому идет поиск материалов, которые могут нам повысить температуру с одновременным ростом относительно механических характеристик. В последнее время очень широко внедряются композиционные материалы, как на полимерной матрице, металлической и керамических. Почему? За счет армирующего каркаса, который представляет собой тканное переработанное волокно, имеющие высокие характеристики на растяжение, прочности. Формируется форма из другого материала, как было уже сказано, это полимеры, металлы либо керамика. Такие материалы обладают высокими относительными характеристиками прочности и позволяют нам расширить температурный диапазон работы без охлаждения. И соответственно дальнейшее развитие как раз реактивных двигателей будет связано с развитием именно таких композиционных материалов. Любые материалы требуют своего специализированного оборудования для изготовления из них деталей. Ну соответственно производственные потенциалы УДК достаточно большой, производственные площадки сконцентрированы в большей части в европейской части России и имеют практически столетнюю историю. И создавались еще перед Второй мировой войной или во время ее для обеспечения советской авиации поршневыми двигателями. В процессе развития и эволюции авиационных двигателей и производственные площадки трансформировались в высокотехнологические производственные мощности, позволяющие выпускать опытные и серийные изделия. Конечно, то же самое, что и в автомобильной промышленности, авиационная промышленность все больше и больше уходит в автоматизацию и в роботизацию производственных участков. Так, здесь на данном слайде представлен пример. Это роботизация компрессорных лопаток, что нам обеспечило изготовление 200 тысяч лопаток в год. Трудоемкое изготовление практически на 70% ниже по сравнению с существующей технологией. Снижение себестоимости на 15-30%. Конечно, наверное, говоря о современном производстве, нельзя не сказать про и аддитивные технологии. И здесь как раз авиационная промышленность является драйвером и лидером в этом направлении. Сегодня в УДК сформирован пул как опытных производственных участков, так и серийный центр, который располагается в Москве. И, соответственно, с каждым годом количество сделанных и спроектированных деталей под этим технологией только возрастает. Все, что мы с вами произвели, собрали, необходимо провести испытания. Российской Федерации, наверное, имеет, обязательно нужно сказать о том, что сформирована национальная экспериментальная база. Она состоит как на базе Центрального института авиационного моторостроения, где 50 стендов и установок и более 100 стендов с действием на испытание прочности. Формируются уникальные испытания, которые даже являются уникальными для всей Европы. Это проведение испытаний в барокамерах, где моделируются высотные условия полета, скорости, приближенные к натуральным, что характеризует большие махи, большие скорости. И, наверное, самое главное, это узловые испытания, которые позволяют нам проводить все испытания, которые направлены на обеспечение безопасности полетов. В объединенной гистерской корпорации также развитая экспериментальная база имеет около 500 установок по испытанию узловых и детальных испытаний и около 120 стендов по испытанию полноразмерных двигателей. Стендовые испытания представляют из себя набор проверки и, соответственно, дальнейшего валидации полученных характеристик с проектными. Заключается он в измерении параметров в тех или иных полостях двигателя для их дальнейшей верификации с расчетными проектными данными. Конечно, для проведения таких испытаний трудоемкость получения при полировке датчиков, которые составляют более полторы тысячи на опытный двигатель, является достаточно сложным процессом. Это отдельные технологические направления. Практически заново перевыпускается конструкция документация с препарированными деталями. Проводятся проверки на прочность всех этих деталей, которые вместе с датчиками, которые устанавливаются. Проводятся сами испытания по определенным согласованным программам как внутри предприятий, так и сертификационными органами. Все это обрабатывается в удобном виде, соответственно, является потом доступным в базе данных для дальнейшей верификации и валидации расчетных моделей. Здесь как раз на слайде представлен один из примеров, наверное, одного из сложных испытаний, которые проводятся как в узловом виде, так и на натурном двигателе. Сертификационное испытание по обрыву рабочей лопатки вентилятора. Рабочая лопатка вентилятора специальным образом подрывается для того, чтобы доказать, что в случае какого-то нештатной ситуации двигатель, лопатка не сломает соседние лопатки и не вылетит за пределы авиационного двигателя. Испытания на стендовых не заканчиваются, мы проводим также и летные испытания на летающих лабораториях. Летающая лаборатория у нас располагается в Лии имени Громова, которая располагается в Жуковском. За базу практически у нас принят самолет Ил-7-6, где четыре двигателя Д-30 установлены, один из них меняется на опытный двигатель, и он проводит практически большой объем летных испытаний в составе как раз летающей лаборатории. Летающая лаборатория позволяет нам также снимать с большого количества датчиков с двигателя, и мы анализируем все полученные результаты в процессе высотных летных испытаний этого двигателя. Ну, на этом, как бы не сказать, что мы на этом заканчиваем, нет, у нас также продолжаются работы, и на уже тех объектах, под которые мы разрабатываем, это вместе с корпорацией УАК, мы продолжаем летные испытания опытных образцов на самолетах с лидерной наработкой. Ну и, конечно, не сказать нельзя про эксплуатацию, это то, что у нас на текущий момент мы с вами как раз и пользуемся, это мы летаем на самолетах, о чем мы начали сами наш доклад, сидим в доме на креслах, в то время как двигатель работает, но конструктора, инженеры на текущий момент как бы не бросают, то есть продолжается сбор информации, оно сегодня можно рассматривать как трехстадийная система анализа информации, это мы снимаем данные с датчиков на борту, и система диагностики анализирует данные, необходимые для автоматического управления двигателем и предотвращения нештатной ситуации. Второе, мы снимаем уже при получении, при приземлении самолета на землю, снимаются данные с бортового компьютера, анализируются данные, сопоставляются с проектными данными. И в последнее время стало модным, это онлайн, мы это развиваем, это с развитием технологии 4G, 5G, передача данных с датчиков доступного в реальном времени. Поэтому система диагностики позволяет корректировать систему управления двигателем, проводить ее анализ трендов безопасной эксплуатации двигателей. Поэтому в процессе полетов мы всегда смотрим за тем, что двигатель работает безопасно. Отвечая на тот вопрос, который мы начали с самого начала, почему же он является самым высокотехнологическим продуктом, могу сказать, что без богатой истории создания и, самое главное, эксплуатации, невозможно создать такой двигатель. Второе, это профессиональные кадры и управленческий потенциал являются важным залогом в правильном проведении необходимых опытно-конструкторских работ и исследовательских работ. Опять же, как я уже говорил о том, что это эксклюзивная производственная и испытательная инфраструктура. И самое, наверное, немаловажное, это поддержка нас как корпорации и конструкторов, и инженеров. Это научная поддержка и поддержка в инновационной среде. Благодаря как раз синергии науки, инноваций, производства, испытаний, сконцентрированных у нас в России и в корпорации ОДК и обеспечивать создание высокотехнологической продукции в Российской Федерации, такие как авиационные двигатели. Большое спасибо.